Начинается открытие научно-практической конференции. Мы, конечно же, понимаем, что международная деятельность – это предусловие полномочия Российской Федерации. Мы всегда благодарны Министерству Минокрации, нашим странам и личным Министерством Судьбы Европы за ту взвешенную политику в этом составе, благодаря праву Министерства, благодаря которой мы на сегодняшнем действии действительно стали в ведущих детсадях. Слово для приветствия предоставляется председателю Совета Ассоциации Российских Дипломатов, послоку, особым поручением Министерства иностранного права Российской Федерации Хариминскому Игорю Васильевичу. Уважаемые коллеги, у меня действительно визит государственной работе, может, который образовательский и постамический оператор, впервые в 1929 году, но в другом качестве как заместитель Министерства труда Российской Федерации. Сейчас я народный дипломат, о чем вы говорили. И вот как народный дипломат, мы уже лет пять здесь сотрудничаем с представительством вида, с органами власти республики. Идея проведения данного мероприятия связана с двумя датами. Во-первых, в этом году исполнилось год на 15 лет со дня образования представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в городе Якутске. И во-вторых, через четыре года, в 2022 году, исполнится ровно сто лет со дня образования якутскими иностранными делами. Внешняя политика любого государства складывается под воздействием таких объективных факторов, как особенности географического положения, экономики, культуры, религии и исторического развития данной страны. На их основе проговорятся национальные интересы государства, которые могут менять себе политическую окраску, но, по сути, остаются они измерными порой на протяжении многих летов. Если придется в двух историй, деятельность российской дипломатической службы неизменно была подчинена задачи наиболее полного обеспечения государственных и общенациональных интересов на международной религии, так они понимались на различных этапах развития нашего отечества. В 1718 году первое в нашей стране ведомство посольский приказ был преобразован в коллегию иностранных дел. Коллегия иностранных дел действовала по особому регламенту и заведовала сношениями России с иностранными государствами. В период деятельности коллегии она осуществляла активную деятельность, правда, ее работа осуществляла активную деятельность университетных дипломатов, приложивших основные принципы и приемы русской дипломатии на длительный будущий период. Таковыми являются, в частности, первый президент коллегии, канцлер Гаврил Иванович Галаткин и его сын, вице-канцлер Михаил Гаврилович Галаткин. Александр Васильевич Галаткин, якутский и российский политик и дипломат, кандидат в русских наук, член, корреспондент Равин. Человек с уникальной биографией оставил заметный след в истории Якути и Нового времени. С высоты сегодняшнего дня приходит понимание, что его деятельность составила целую эпоху в развитии международных, личноэкономических и межрегиональных сетей Республики Сахар. Более случая было дано ему стать тем человеком, который в 1990-е годы оказался готовым к такой новой и неизведанной для Якутия в работе как дипломатии. Александр Васильевич, руководителем, дипломатом, как говорит Лакбова, сочетал практическую работу со свинцелением происходящих процессов в сфере внешних связей, задал парадигму развития внешних связей Якутии. Я начинаю с конца темы учащихся. На перстни Петрофилова была написана, что есть ученики, 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 требуемые. Я понимаю, да? Я ученики, нуждаюсь учителя. И в настоящее время учащихся – это очень достижимое понятие. Это не только школьник, это вообще студент, это вообще любой человек, который сейчас в ходе инфекционного общества должен учиться всю жизнь. Пенсионное обеспечение жизни жителей Арктиды на примере Якутии и Канады. Канады. Что вопросом поддержки, сохранения и развития материальной и нематериальной культуры, а также родного языка, носителей церкви полярной цивилизации. Субъективный государств как в тексте национального и международного права. Спасибо. Уважаемые коллеги, добрый день. Одним из важных вопросов организации международной деятельности субъектов федеративных государств является, конечно же, вопрос вопрос о правом основе политительности. И вот позвольте вам озвучить некоторые проблемные теоретические и практические вопросы в этой части. Ну, конечно же, международные связи регионов федеративных государств превратились у нас в устойчивую практику, но, тем не менее, остается вопрос, в каком статусе у нас субъекты федерации выступают в этом виде деятельности. Вопрос этот довольно сложный, принимался его на высоких площадках, в том числе организации «Минутнадцать» в 60-м году. «Минутнадцать» и «Минутнадцать» и «Минутнадцать» в 60-м году. «Минутнадцать» и «Минутнадцать» и «Минутнадцать» и «Минутнадцать» в 60-м году. «Минутнадцать» и 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 «Минутн Это одна из тех задач и внешней, и внутренней политики Российской Федерации. И учитывая сложившуюся внешнеполитическую ситуацию, активизация оборудования соотечественниками, она имеет очень большой потенциал в сфере развития мягкой силы Российской Федерации. Мы сейчас очень радуемся, когда приезжают дети северных улусов. Почему? Не только потому, что они далеко приятны, но потому, что они напоминают нам образчиков детей нашего поколения с активностью, со здоровой психикой, в результате игровых и планшетных зависимостей. Вот я хотел бы рассказать вам о действующем, как место адаптации общественных человек в артистской регионах в условиях изменения димы и габаритации. И на данный момент университет имеет 47 темночистских сетей, из которых 17 участвует наш университет, из которых 3 темночистные сети руководят нашей сотрудничество. Вот более географические сферы нарядима агрозивная кордавина Матагайка. Это тот совместный проект. Очень много инстанций, Викобритания, Немания и наш слух. Очень актуальный проект. Кордавина становится в каждом году все больше и больше. И она является на протоколе исследованием изменения климата и протаивания возводы. Дальше. Тут еще есть и Машистская сеть, и Сиринское оборудование на севере. Это с ним совместный проект с командой. 25 ноября 2005 года произошло знаменательное событие для якутян. Это разглашение эпоса Олхо. 5 секунд дальше, пожалуйста. 1, 2, 4, 5. Чтобы мы не успели. Для всех якутян это событие провозглашения эпоса Олхо шедевром устного и материального наследия человечества. И такой же статус ранее получил эпос, точнее так, искусство исполнительной эпоса киргизского Эта Манаши. Естественно, интерес исследователей Манаса, исследователей Олхо, взаимный интерес в рамках этих событий усилился. Но вот в 1999 году, тоже своя предыстория существует, был создан организационный комитет и форум организации международной, которая объединила несколько десяток стран, в том числе Россию, и руководителем этого проекта был адресултан Закиев. В следующих докладах, которые были очень близки к созвучному оборудованию, речь идет, я хотела остановиться на двух проблемах. Первая проблема связанная с культурным наследием, сохранением рекомендации культурного наследия народа Саха и малочистым механизм, которые с севера. И вторая проблема, это, конечно, обратить внимание на нашу диаспору. Постараемся объединить две эти темы. Добрый день. И хотелось бы сказать о практическом направлении международной деятельности Якутии в 2021 веке. В современной эпоху гуманизации международной деятельности Якутии играет важный роль в этой экономической деятельности. Активное части международных оборудов, счастье в различных международных организациях, необходимое для налаживания отношений с синфрано-патронами и привлечения института из зарубежалов. Ну и по государственной стратегии, действительно, Арктики, будет основана так называемая опорная зона. И вот это северо-якутская опорная зона. Прежде всего, заниматься начала Якутии, меня интересовали отношения России и Канады. Как двух северных стран, самых больших стран, и интересы наших стран очень сильно пересекаются, несмотря на то, что, конечно, геопаритически Канады все-таки ближе к США, все это известно. Но я всем всегда, и для российского международного масштаба, говорю, что Россия как-то должна дружиться. Я хочу представить доклад международной деятельностью Республики Саха-Якутия. Дальше. Республика Саха-Якутия, как мы знаем, в настоящий момент является привлекательным институтом Российской Федерации и быстрый темп развития современных экономических связей, обуславливая необходимость изучения открывающихся возможностей для международного существа. Очень много подходов к понятию интернационализации. Мы впервые начали этим заниматься тогда, когда в Европе интернационализация очень сильно. Началась мобильность экономического, и до этого автор европейских программах «Тенпус», «Танцис», «Эразбус». И тогда авторы, вот Анс Белит и Фиона Хантер, расширили общепринятые понятия, но при этом делая акцион на том, что интернационализация – это не только интеграция процессов международных с целями образования, но, прежде всего, повышение качества образования. Хотел бы рассказать о Северном форуме, но, конечно, присутствующие здесь хорошо знают историю этой организации, поэтому я позволю себе не останавливаться на этом, потому что некоторые из присутствующих даже непосредственно участие принимали в становлении, в развитии этой организации. Хотел бы просто сказать о том, что в системе международных связей, международных отношений Республики Саха и Путя Северный форум всегда играл очень важную роль, потому что Арктика, Север, сегодня привлекает огромное внимание, и в том числе российская Арктика, которая занимает более половины вообще арктического региона. Конечно же, в системе российских международных отношений тоже этот регион очень важен, поэтому через Арктику, через северные регионы Республика Саха и Путя может очень успешно осуществлять свою международную деятельность. Мы в основном находили амонта, носорога, бизонов, древних, и также львов, ну и следующих других животных пристанционных. Ну и цель этого исследования, что на основе комплексного анализа результата надо определить тенденции развития паникологии в Дубе. И, кажется, можно и его современное состояние. Собственно, мой доклад посвящен российско-французскому отделению экономического института нашего. Дело в том, что это довольно уже стоявшаяся программа, которая существует с 2007 года. Вот как раз-таки она показывает возможности, которые дает развитие совместных проектов в сфере высшего образования. Естественно, необходимо поставить цель работы. Цель работы моей является проанализировать политико-экономические аспекты отношений России и Республики Саха и Путя и Японии. На основе анализа сформулировать выводы о потенциальных путях решений сотрудничества. О чем я здесь говорю? Мы говорим о том, что в первую очередь между Россией, Якутией и Японией становились за последнее время многообразные, очень тесные и обогащенные разными направлениями отношения. Это и экономический, это и политический, это и культурный аспект. Вот сегодня какая ситуация с рабочей группой по международному сотрудничеству, которая была при Госкомиссии в Арктике? Потому что в ней же как раз культуры представляли себе такую конструкцию, вот учитывая федеральную, так скажем, политику, область на развитие арктики, какова сегодня ситуация с этой работой была? Да, Государственная комиссия по развитию арктийской зоны Российской Федерации работала под председательством Петра Путина, заместитель и представитель правительства, причем достаточно плодотворно.